Мимо этого балкона пройти невозможно. Этот азис расположился в одном из домов по улице Набережная. Хозяйка постаралась. Здесь петунии, лабелия, лиса и даже клубника. Балкон оформлен так, что и со двора выглядит как яркая клумба и служит для соседей примером для подражания. Женщина по секрету рассказала, как добиться такой цветущей красоты в самом лучшем городе. Любить, наверное, эти цветы надо. У каждого человека свое представление о прекрасном цветке. Ну, конечно, поливать, поливать, удобрять и бежать к ним, проверять, как они здоровы, веселы, счастливы. Важно отметить, что накануне работники ЖКХ «Комплекс» подвели итоги 13-го городского конкурса «Гармония, красота, стиль». И первое место в номинации «Лучшее цветочное оформление балкона» занял именно этот балкон, хозяйка которого – настоящий мастер своего дела. На протяжении многих лет Елена Парфеновна принимает участие в этом конкурсе. Наверное, одна из сторожил этого конкурса. И балкон достойно ежегодно выглядит. Елена Парфеновна в деле украшения балконов ветеран. Уже на протяжении 10 лет она принимает участие в конкурсе и не первый раз берет призовые места. Несмотря на это, женщину каждый раз одолевают позитивные эмоции, которыми она делится со своими растениями. «Я очень рада. Хотя это для меня не первая победа в конкурсе городском. У меня были и вторые, и первые места уже несколько лет подряд. Но мне все равно приятно». Конкурс на самый ухоженный цветущий балкон проходит каждый год. Сотрудникам ЖКХ «Комплекс» приходится обходить каждую квартиру, чтобы определить победителей. Ведь требования к номинации довольно суровые. Естественно, многоярусность. Цветы должны быть свежие, ярко-красочные, отсутствуют сухоцветы должны. Естественно, балкон должен, ну какие-то, может быть, малые архитектурные формы, там еще что-то, аист еще или еще кто-то. То есть, на сегодняшний момент это балкон, который привлекает взоры людей, которые проходят мимо и видят, что сегодня там живут неравнодушные хозяева не только своей квартиры, но и города Солигорска. В этом году призовые места распределились следующим образом. На первом месте оказался цветник Елены Дамарат. Второе место заняла прошлогодняя победительница Анна Головастая, железнодорожная 30. На третьем месте новичок Людмила Алешина, Богомолова 2. Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные премии. Важно отметить, что подобные конкурсы позволяют жителям города не только продемонстрировать свои таланты, но и улучшить микроклимат городской среды, оздоровить экологию, сделать жилые массивы более уютными и комфортными.